Мы приветствуем всех поклонников настоящего футбола. Мы это ваши комментаторы, как всегда, Георгий Черданцев и Константин Генич. Всем привет, дорогие друзья. Уверен, вы не пожалеете о потраченном времени. Сегодня футбольный клуб Краснодар встречается с ЦСКА. Хороший шанс узнать, что может ЦСКА предложить соперник. Если честно, на данный момент пока эта команда не оправдывает ожидания, ведь мы помним, что по прогнозам практически всех специалистов они должны были находиться в турнирной таблице повыше. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы, в общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Футбольный клуб Краснодар победитель первого немосковского дерби в премьер-лиге. В нем в 2011 году быки в меньшинстве обыграли своих соседей из Кубани. Главный арбитр сегодняшнего матча Алексей Бараховский. Армейцы начинают первый тайм. Будем надеяться, что нас ждет интересный матч и будут забитые мячи. Василий Березуцкий. Биброснадхо. Марио Фернандес. И в зону атаки мяч переходит. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Без проблем играет на выходе вратарь. Мяч в его руках. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Алан Тзагоев. Понтус Вернбулл. Георгий Щенников. Может получиться интересная атака. Тут может быть опасно. Классно сыграл защитник. Федор Смолов. О чем только защитник думал в этом эпизоде. Это может быть опасная атака. Феррера. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Федор Смолов. Федор Смолов. Посмотрим за этой атакой. Вперед. Удар. Опасно. Мимо мяч проходит. Но было опасно. Федор Смолов. Федор Смолов. Сергей Игнашевич. Щенников. Нет, не дошел этот пас до адреса. Атакующая комбинация ЦСКА. В какой момент нужно бить? Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Это может быть опасно. Какая техника? Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Хорошо укрывает мяч корпусом. Мяч летит в сторону ворот. Краснодар пробьет угловой. Пытается защитой выбить мяч. Перейра. Есть варианты для паса. Великолепно сыграл защитник. Перейра. Не прошел удар. Защита на месте. Марио Фернандес. Перейра. Тут может что-то получиться. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Георгий Щенник. Нужно забивать и выходить вперед. Будет угловой. И это, конечно, возможность забить и выйти вперед. И прямо в центр. Алан Загоев. Лайнцмэн показывает на угол поля. Будет подача. Или розыгрыш. Посмотрим. В центр штрафной мяч. Марио Фернандес. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Но здесь, казалось бы, все просто. Подача с углового и точно удар головой. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Итак, мяч на центральной отметке. ЦСКА впереди. Гранквест. Каборе. Алан Загоев. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Ушел мяч за боковую. Краснодар вбрасывал. Шарль Каборе. И это может быть опасно. Юрий Газинский. И удар должен последовать. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч в своей команде. Оставляет мяч для навеса. Отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Дзагоев. Посмотрим за этой атакой. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Судья добавляет 3 минуты. Прекрасно. Вот может быть опасно. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Красивый получился по исполнению удар. Мяч вбонзился буквально в самый верхний угол ворот. Да, здесь угол хипера по большому счету шансов отразить этот удар практически не было. Чет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Юрий Газинский. Андреас Гранквист. Есть свободное пространство на фланге и туда идет атака. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры 2-0. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Хорошо он играет, уже и гол успел забить. Ведет его команда после первого тайма, а значит пол дела сделано. Нужно забивать и выходить вперед! В центре штрафной мяч. Марио Фернандес! Судья добавляет 3 минуты. Прекрасный! Тут может быть опасно! Прекрасный. Оставок. Краснодар только что разыграл мяч, и второй тайм начался. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? И за боковой игрок ЦСКА введет мяч в игру. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну кто так играет? Андреас Гранкост, Сергей Петров, Перейра. Отлично сыграно, надо решать. Биброснатхо. Дзагоев. Вот это удар! Вратарь! Вот это сейв! Юрий Газинский. Сергей Петров. Федор Смолов. Это может быть опасная атака. Можно отыграть один мяч. Вот это спасение! Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Ушел мяч за боковую, ЦСКА вбрасывает. Вернблум. Плохая передача, еще бы ее не перехватили. Александр Головин. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Шарль Каборе. Может получиться интересная атака. Федор Смолов. Удар. Не лег мяч на ногу. Выше ворот. Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который покидает поле, им очень пришелся по душе сегодня. Сыграл он, правда, здорово. И его вклад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. Тут может что-то получиться. Передачи в его исполнении сегодня невероятно точны. Юрий Газинский. Биброснадхо. Марио Фернандес. Это может быть опасно. Момент для удара. ЦСКА отправляет мяч в сетку. Первый гол добавил ему уверенности. И он забивает второй. Оформляя таким образом дубль. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Андрес Гранквист. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Марио Фернандес. 20 минут до конца основного времени матча. Жозинь. Шарль Каборе. Мяч в зоне атаки. Каборе. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Есть тут возможность к воротам убежать. Надход. Алан Цагой. Великолепно сыграл защитник. Судья назначил угловой. Замена в составе Краснодара. До свидания. Трампа. И подпакет. Скоро. Призники у нас. Подписывайся. Признов manyان. Играет голкипер на выходе. Прямо в руки мяч направили. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно... Классный пас! Можно двигаться дальше. Этот мяч слегка поправит их положение Ди. Слушай, а я думал, эта нога у него вообще только для ходьбы. Знаешь, я тоже, честно говоря, так думал, но вот сколько нам открытий чудных. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. 3-1 счет. Результативный получается матч. Наконец получилось забить у них. Но отставание в счете очень велико. Тут понадобится Титанич. Есть адрес у этой передачи. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Мяч вышел за пределы поля и Краснодар будет вбрасывать. Игрок бросил мяч, не стал ждать ни секунды. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Пас на ход. Может быть интересно. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. Можно провести контратаку. Продолжает идти вперед. Можно бить. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Как вы можете слышать, трибуны по достоинству оценивают игрока, который покидает поле. Думаю, мы с тобой тоже должны признать, что он был одним из лучших в сегодняшнем матче. Если не абсолютно лучшим. Маурисио Пирейра. Пирейра. Мамаев. И с мячом он идет. Удар нужен! Мамаев! Мимо ворот мяч проходит, хотя казалось, что промахнуться тут просто невозможно. Да, конечно, не рассчитал силу удара. Мамаев. 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 Судья решил добавить 3 минуты Армейцы в атаке Ватарь выходит и забирает этот плеч И звучит финальный свисток Даже вне зависимости от качества игры От количества ошибок Вот эта принципиальность, с которой сражались команды Она проникла и на трибуны И мне кажется в кабину комментаторскую нашу Да, Костя? Ну если ты не будешь сейчас меня толкать в бок То действительно игра-то сегодня была красивой И вот та самая эстетика противоборства О которой мы периодически вспоминаем Нужно забивать и выходить вперед В центр штрафной мяч Марио Фернандес Судья добавляет 3 минуты Прекрасный Тут может быть опасно Марио Фернандес Это может быть опасно Момент для удара ЦСКА отправляет мяч в сетку Блестящий он сыграл Теперь надо грамотно Классный пас Можно двигаться дальше Классный пас Субтитры сделал DimaTorzok